Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кировской области индексы потребительских цен приводятся статведомствам пока только за июнь. Инфляция к этому времени составила 3% к декабрю прошлого года и 3,5% к июню 2016. Программа Экономика. Игорь Васильев пообещал Путину миллион тонн молока в год. На встречу с президентом в Рио губернаторы заявил, что область ставит для себя такую задачу. Один миллион тонн молока в год – это почти в два раза больше, чем по данным статистики было произведено в прошлом году. Как отмечает навигатор, Кировская область – не единственный регион, который поставил перед собой такую цель. Похожая программа несколько лет действует в Удмуртии. Специалисты утверждают, что цель достижимая, но потребуется 8-10 лет, строительство новых ферм и миллиардные инвестиции. Экономика. На 101 фм. Доходы бюджета Кирова выросли на 200 миллионов. В городской администрации это связывают в основном с повышением налоговой дисциплины и также отмечают рост поступлений с бюджетов другого уровня. Как сообщает Департамент финансов, по предварительной оценке, с января по июль в казну поступило 5,7 миллиарда рублей. Большая часть – это перечисления с федерального и областного центров. Более 40%. А также налог на доходы физических лиц – это четверть бюджета. Экономика. На 101 фм. К другим новостям. Правительство и БХЗ договорились о развитии биотехнологического кластера. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Кировской области, биохимическим заводом и ООО «Восток». В рамках соглашения предполагается развитие производства на предприятии «Восток», в том числе по выпуску шприцев, производство фармацевтической продукции. Также биохимзавод обязуется провести реконструкцию очистных сооружений, расположенных на промплощадке предприятия. Экономика. В правительстве обсудили судьбу Мурыгина. По словам исполняющего обязанности зампреда правительства Максима Кочеткова, главная задача сейчас – снять социальную напряженность, возобновить производство, обеспечить коллектив работы и стабильные зарплаты. Владельцы к 17 августа должны согласовать со всеми заинтересованными сторонами дорожную карту по стабилизации финансовой, экономической и производственной ситуации на предприятии. Напомню, что производство на бумажной фабрике в Мурыгина остановилось из-за конфликта собственников оборудования и площадей предприятия. Экономика. На 101 ФМ. На рынке труда отмечается стабильность. Это следует из отчета службы занятости за полгода. По ее данным, на 1 июля численность работников, предполагаемых к высвобождению, составила 3000 человек. Это на четверть меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Число работников, занятых неполный день, снизилось на третий, составило 1800 человек. Прогноз ситуации на рынке труда на второе полугодие, как следует из отчета, оптимистичный. Продолжение реализации мероприятий госпрограммы позволит сохранить стабильную ситуацию на областном рынке труда. Программа «Экономика». Коротко несколько цифр. Напоследок 70 тысяч рублей, выплаченных фиктивным сотрудникам, хватило руководителю спорта федерации для интереса со стороны ФСБ и уголовного дела. Полтора миллиарда рублей получила Кировская область в качестве очередного бюджетного кредита. На 500 единиц с начала года сократилось количество организаций, зарегистрированных в Кировской области. И о валютах на сегодня. Доллар 59,93. Официальный евро 70,27. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101ФМ.